Вот, горячая вода. Не так. Нормально, не обожжусь. С водой проблемы у нас очень давно, а последние годы вообще стало очень плохо. Вот в этом году у нас как началось, где-то, наверное, с февраля или с марта, я уже точно не помню, с водой вообще не было воды. По ночам только была вода, на втором этаже, не знаю, ночью была. Стирать приходилось по ночам, по ночам стирала. А потом вообще вот в мае месяце закрыли на ремонт скважину, закрыли. И после ремонта еще хуже стало, после того, как сделали ремонт, еще хуже стало. И было это до тех пор, пока порыв воды не вышел наружу. Раньше вообще была черная вода. Страшно ее было не то, что пить, даже употреблять куда-нибудь. Но сейчас более-менее так светло идет. Ой, трудно, потому что невозможно. Тоже возим с этого. Кого? Как же у нас? Ручей здесь у нас. Оттуда возим. Буквально в прошлом году были массовые жалобы жителей о том, что скважина не справляется со своими, как бы возложенными на нее полномочиями, не хватает воды объемов в связи с тем, что иссякает скважины. Были обращения к АКС, также прокуратура выходила в суд, в городской областной суд было принято решение обязать подрядчикам определить АКС и исполнить данную программу. Но мы сегодня находимся на этом объекте, мы видим, что работы здесь идут в полном масштабе. Работают две бригады. Технических проблем как бы нет, возникают только юридические проблемы. Я думаю, что проект как бы социально важный и нужный, я думаю, что юридически эти проблемы как бы будут решены.